Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наш разговор про книгу «Дворим» и находимся мы в недельном разделе «Ки-Т-Ц», 24-й перек. В прошлый раз мы закончили на 15-м пасуке. Значит, продолжается последнее выступление Маше Робейну перед народом, и Маше обращает внимание еврейского народа на те особенности выполнения законодательства, которые будут особенно актуальны, когда мы начнем реализовывать Тору в своей стране. Итак, 16-й пасуке. «Не будут умерщвлены отцы за сыновей, а сыновья не будут умерщвлены за отцов. Муж за вину свою будут умерщвлены». То есть знаменитая сталинская фраза «Сын за отца не отвечает». При этом уничтожали всех членов семей до третьего колена. Так вот, согласно закону Торре, согласно вот этой заповеди, есть запрет царю казнить родственников бунтовщиков. То есть, какова бы ни была вина человека, за нее отвечает только он сам. Понятие вот это, то, что в сталинские времена было чсир, член семьи изменника Робина, Торре от такого понятия категорически предостерегает. «Не склоняй суд гера, сироты, и не бери в залог одежды вдовы, значит, мы уже говорили об этом в недельном разделе, в книге «Шмот», в недельном разделе «Мешпатим», там, где речь шла о справедливом правосудии. То есть, главная задача – это создать объективный справедливый суд. и есть большая опасность, что для, что называется, социально слабых членов общества, значит, гер, да, гер – это человек, который пришел из другой страны поселиться с еврейским народом. Родственников у него нет, на чью-либо помощь он рассчитывать не может. Он сам среди пока не очень своего народа, достаточно для него чужого. Так вот, единственное, на что он может рассчитывать, это на объективный справедливый суд. Точно такая же ситуация у сироты. У него нет родителей, которые могли бы как-то ему помочь, там, нанять адвокатов и так далее, да? Но наши мудрецы толкуют этот пасук следующим образом. Не склоняй, имеется в виду, не склоняй ни в каком направлении. То есть, понятно, что нельзя гера или сироту судить несправедливо, да? То есть, вот, приписывать им то, чего они не делали, или квалифицировать их поступок как более тяжелое преступление и так далее, да? Но, с другой стороны, ни в коем случае суд не должен, что называется, облегчать ситуацию, потому что это сирота. Ну, например, да, действительно, он виноват, он нарушил то-то и то-то, но он сирота, и поэтому мы его простим. Вот это тоже называется склонять суд. Разговор однозначный. И для гера, и для сироты суд должен быть объективный и справедливый. «И не бери в залог одежды вдовы». То есть, если ты сужаешь чем-то вдову, а вдова, у которой умер или погиб на войне кормилец, это тоже наиболее уязвимый член общества, да? Ей не на кого рассчитывать, а если у нее еще малые дети, и иногда, может быть, до нового урожая, ей приходится брать ссуду. Так вот, поскольку у вдовы очень часто может не быть никакого имущества, и одежда – это последнее, что у нее есть. Так вот, одежда вдовы не может быть залогом. По двум причинам. Во-первых, одежда для женщины является более значимой вещью, чем для мужчины. Известная русская пословица, когда, скажем, муж и жена собираются заняться по утрам пробежками, то муж размышляет о том, куда бежать, в каком направлении, а жена размышляет о том, что ей одеть на эту пробежку. Значит, вот форма одежды, что называется, для женщины более важна, чем для мужчины. Это с одной стороны. С другой стороны, взаимодавец не должен в вдове заходить в дом, потому что это может быть неправильно истолкованно. Поэтому, по возможности, надо давать вдове суды, не забирая у нее залога. И помни, что рабом был ты в Египте и выкупил тебя Ашем-Алогим твой оттуда, поэтому я приказываю тебе делать слово «это». То есть, основа всех наших социальных заповедей, всех заповедей, которые предназначены для того, чтобы установить справедливый строй общественный в нашем народе, они именно потому, что Всевышний выкупил нас из Египта. Египет был устроен весьма несправедливо. Рабство, эксплуатация, вертикаль власти и так далее, и так далее. Но вы из Египта вышли и вывел вас оттуда Всевышний. И то, что мы еще видели и в книге Шмота, и в книге Ваикра, неоднократно повторялось – ходи путями Всевышнего. То есть, так же, как Всевышний избавил нас от рабства, избавил нас от египетской несправедливости, так же мы сами должны поступать по отношению друг к другу, по отношению к Геру, сироте, вдове и пришельцу. Продолжается разговор о социальных заповедях. «Когда будешь сжать жатву твою в поле твоем и забудешь сноп на поле, не возвращайся взять его. Для Гера, для сироты и для вдовы будет, ради того, чтобы благословил тебя Ашема Уим твой во всем деле рук твоих». Значит, обратите внимание, что это уже третья заповедь, связанная с жатвой и социальной справедливостью. Значит, первое, о чем мы говорили – «Не дожинай поля твоего до конца». Заповедь «Пеа». «Пеа» на иврите – это край. Отсюда пейсы, да, край волос, пейсы. Так вот, заповедь «Пеа», когда ты сжинаешь свое поле зерновых, пшеницы, ищменя, какую-то полоску на краю поля надо оставить несжатой и жатву закончить. Ни в письменной, ни в устной торе нигде не сказан размер этой полоски. То есть ты можешь оставить локоть, а можешь два локтя, а можешь три локтя, а можешь пол локтя. Значит, сколько тебе подскажет твое сердце. Но в любом случае краешек поля оставляется для неимущих. Это первое. Второе, о чем тоже был разговор раньше – «И упавших колоссиев твоих не подбирай». Заповедь «Лэкет» – «Упавшие колосси». То есть, когда ты серпом… Представляете, как выглядят жатвы, да? Левой рукой жнец захватывает пучок колоссиев, в правой руке серп, он срезает, и дальше, значит, вот срезанные пучки перевязывают соломенными такими жгутами, и получаются снопы. Так вот, когда срезают, когда хорошо созрела пшеница, то ее срезали, стали вязать стоп, при этом какое-то количество, там, один, два, три колоска могут упасть на землю. «Упавшие колосси» Тора подбирать запрещает. Это, опять-таки, то же самое остается для неимущих. Если вы помните, в книге Рут, Мегелат Рут, описана как раз ситуация, когда Наоми и Рут вернулись в Эрицисраэль, это была пора жатвы, у них нет ни своего поля, никакого источника существования, и вот Рут идет на поле к Боазу и занимается как раз сбором упавших колоссиев. То есть, она идет за линией жнецов, жнецы идут вот так вот в линию вдоль поля, Рут идет сзади и подбирает упавшие колоссиев. А Боаз приказывает своим жнецам специально для Рут отбрасывать в сторону как можно больше колоссиев. То есть, заповедь благотворительности для него важнее, чем размер собственного урожая. И, наконец, здесь мы видим третью заповедь на ту же самую тему. Вот, оставили край поля, не подбирают упавшие колосси, и, наконец, все поле, за исключением края П, сжато. Снопы погружают на повозку, там, на ослика какого-то, и увозят с поля. При этом может так случиться, что где-то на краю поля один сноб забыли. За забытым снопом возвращаться запрещено. То есть, этот забытый сноб, это тоже благотворительность, это тоже остается для неимущих. Теперь, следующее. Когда будешь обивать маслину твою, не обирай за собой. Для гера, для сироты и для вдовы будет. Опять эти три категории неимущих. Гер, сирота и вдова. Что значит обивать маслину твою? Значит, как вообще происходит сбор урожая оливок? На земле, под деревом, расстилают какую-то ткань большую, вот под кроной маслины. После этого берут большую деревянную колотушку и колотят по крупным веткам, по тонким стволикам маслины и хорошо спелые ягоды падают на эту ткань. Потом с этой ткани уже собирают в корзины собранный урожай, грузят на ослика и отвозят на маслодавение. Очевидно, что все ягоды одинаково равномерно не созрели. Поэтому после того, как маслину обстучали, большинство ягод попадало на эту ткань вниз, но на ветках остались отдельные ягоды. Их относительно немного, но что-то осталось на ветках. В принципе, рачительный хозяин, он эти ягоды собирает вручную. Раз колотушкой их сбить не удалось, он их собирает вручную. Так вот Тора говорит, не обирай за собой, то есть после околачивания все, что осталось на ветках, это остается для сироты, для гера, для сироты и для вдовы. Когда будешь снимать плоды виноградника твоего, не добирай маленьких гроздей за собой. Для гера и для сироты. Что, есть вопрос? Пожалуйста. Есть по стиху, где говорится не женат, да, по двадцатому. Да, пожалуйста. Написал в чате. А в чате я сейчас посмотрю. Насколько я понимаю, там говорится о омере, а не о колосе. Да, нет. Я привел примеры всех трех заповедей. Первая заповедь – это край... И где там написано. Понятно. Значит, омер должен... Забыл ты омер или колос? Нет. Забыл ты сноб. Сноб. А омер... Омер написан. Ну, в моем переводе написан сноб. Сейчас я посмотрю на иврите. Так, ки-тик-цор, так... А, написано омер. Но омер – это как раз и есть то количество зерна, которое получается при обмолоте сноба. Это как раз ладонь, да, получается? То есть ты обмолочиваешь сноб, у тебя на ладони остается вот эта тонь. Не на ладони, а, так сказать, сноб – это большое количество зерна. Сноб – это такое... А понятие омер, правда, но когда аман выпадал, тогда омер... Да, то на каждого омер. Но... Это сколько? Это, вот, наверное, ладонь, да? Нет-нет, гораздо больше. Значит, омер – десятая часть эйфы. Омер – это примерно 3,8 литра. То есть это сосуд объемом 3,8, и вот это примерно столько зерна с нормального снопа при обмолоте получается. Так получается, когда аман собирали, на каждого был омер – это на день. Да, 3 с чем-то литра, да, еды. Ого, так это сколько должно быть? Это же не пустые должны быть, здесь же столько много. Ну, вот столько и было. В общем, мы в пустыне не голодали. Вот у нас... Понятно, причем все усваивалось, как я понимаю. И все усваивалось, да. Все было очень хорошо, и не было ни отравлений, ничего. Дальше. Когда будешь снимать плоды виноградника твоего, не добирай маленьких гроздей за собой. Для гера, для сироты и для вдовы будет. Что значит маленькие грозди? Значит, вот есть нормальная гроздь винограды, да, вот такое, товарного количества. Она, ну, не такая, как разведчики принесли вдвоем гроздь на шесте. Но, тем не менее, ну, вот гроздь где-нибудь на полкилограмма – это вот нормальная такая виноградная гроздь, хорошая гроздь на килограмм. Бывает вот такая недоразвитая гроздь, на которой 3-4 ягодки всего. Вот эти гроздья в сборе не участвуют. Это и есть маленькие гроздья. То есть большие все срезаешь, кладешь в свои сосуды и винодавильню, да. А вот те маленькие гроздья, где там какая-то такая односторонняя гроздь, кость, несколько ягод на ней всего. Все это остается в винограднике, для Гера, для сироты и для вдовы. И еще раз напоминание. И помни, что рабом был ты в стране Египет, потому я приказываю тебе делать слово «это». «Я проявил милосердие, когда вы были в Египте, теперь вы должны быть милосердными друг другу и окружающим». Можно здесь... Пожалуйста. ...регулировать, что вот эти три вида пищи, то есть зерно, хлеб, маслина и вино... Хлеб, масло и вино, да, это основные виды питания. Базичные виды питания. Совершенно верно. Веганы. Веганство пропортируется. Мясо ели, но в отсутствии холодильника... После того, как войти в ВР, сестра и... И в пустыне то. В пустыне был мам. Дальше мясо ели, но по случаю отсутствия холодильника мясные запасы не делали. Поэтому мясо в основном готовили и ели в шаббат и в праздники. То есть вот на шаббат резали ягненка, делали все субботние блюда, три трапезы, и вот это было мясоедство. В течение рабочей недели это была редкость. Да. Вот эти продукты питания, они же ведь долго хранятся. Хранится, наверное. Нет. Зерно, масло и вино хранится очень долго. Ну, и зерно, я думаю, что... Да. Вот. А вот молочные продукты, хранился сыр, поэтому надойное молоко переделывалось в сыр. Вот. Сыр – это было питание каждодневное, добавление к хлебу, а вот мясо – это было питание редкое, когда вот, значит, собрались и одного ягненка съели. Хорошо. Если будет спор между мужами, и подойдут к суду, и будет судить их, и оправдают праведника, и обвинят злодея. То есть всевозможные, значит, преступления бывают разные. Бывают преступления между человеком и Всевышним, нарушения той или иной заповеди, а бывают преступления между людьми, так сказать, нарушения правил человеческого общежития. Кто-то у кого-то что-то украл, или несправедливость в торговле, и так далее, и так далее. Значит, до сих пор от всех видов преступлений, которые мы знали, смотри книгу «Шмот», раздел «Мешпатим», имелось два вида наказаний. Значит, наказание – штраф, когда человек должен компенсировать нанесенный ему ущерб, плюс принести жертву хатат, плюс принести жертву ола, то есть наказание чисто материальное. Второе было наказание – это изгнание за предумышленное убийство, но это только в Эрец, Исраиль, мы это уже с вами изучали, ситуацию с городами-убежищами, то есть вариант был изгнание, и еще в качестве наказания была смертная казнь. Там 40 с лишним составов преступления, нарушение субботы, осквернение имени Всевышнего, предумышленное убийство, значит, многие преступления наказывались смертной казнью. Значит, вот сейчас, когда мы выходим в Эрец, Исраиль, разговор об этом уже был, добавлено изгнание, да, за непредумышленное убийство, и Тора добавляет телесное наказание, то есть не штраф, не изгнание, не казнь, а телесное наказание. «И будет, если заслуживает битья злодей, и положит его судья, и будут бить его перед ним, то есть перед судьей, по злодейству его, по числу». То есть наказание без счета не допускается. В приговоре суда, значит, должно быть ясно сказано, что за то-то и за то-то такого-то надлежит выпороть и дать ему там сколько-то ударов. В качестве инструмента порки использовался такой толстый кожаный ремень из ослиной кожи. «Сорок будет бить его, не добавит, чтобы не добавил бить его больше, чем эти, битьем большим, и унизится брат твой перед глазами твоим». То есть максимальная степень телесного наказания – это сорок ударов. Устная традиция сократила это дело до тридцати девяти, чтобы даже в результате случайной ошибки ни в коем случае не превысить число сорок. То есть считают до тридцати девяти ударов, если вдруг случайно один лишний, то есть исполнитель не удержал руку, в крайнем случае получится сорок, сорок одного уже не будет. Отсюда, кстати, знаменитое вот такое русское нехорошее число сорок один, да? «Сорок медведей поддел на рогатину», на сорок первом сплошал, да? Знаменитый фильм там сорок первый. Так вот, отсюда вот это вот число, сакральное число сорок и неправильное число сорок один, корень вот здесь. Значит, здесь есть еще одно очень важное замечание, чтобы брат твой не был унижен перед глазами твоими. Под этим унижением понимается, значит, что при телесном наказании вещь вполне возможна, это непроизвольное испражнение. И вот в этой ситуации устная тора требует телесное наказание остановить, прекратить и отменить. Потому что это унижение человека перед окружающим. Так что, если, скажем, в Древнем Египте или в Древнем Риме рабов могли забить до смерти, и это было нормально, то здесь у нас даже случаи вот таких вот наказаний обставляются так, что человека не должны забить насмерть, не должны покалечить, не должны унизить в глазах окружающих. Никаких калечащих наказаний тора до сих пор не применяла. Хотя в дальнейшем мы до этого дойдем. Не загораживай быка при молодьбе его. Вот очень интересная ситуация. Идет обмолот зерна. Значит, вот все снопы свезены на ток, и дальше идет бык по площадке тока и тащит за собой такое тяжелое бревно. И это бревно колотит по снопам и вымолачивается зерном. Значит, площадка тока, это должна быть твердая какая-то такая скальная площадка. Мы помним, где был ток у Арнана Евусея, да, это место, где в дальнейшем стоял еврейский храм. Значит, царь Давид купил эту площадку у Арнана Евусея. То есть, где-то наверху горы твердая скальная площадка, и вот бык идет и производит обмолот, площадка оказывается покрыта толстым слоем зерна, потом это зерно подбрасывают вверх такими деревянными лопатами, ветер сносит шелуху и остается чистое зерно, которое уже загружают в мешки. Значит, вот это описание обмолота зерна. Так вот, бык, который идет по снопам пшеницы, естественно, вкусное зерно с удовольствием поест. и схватить какое-то количество колосев для быка нормально, и очень скупые хозяева надевали на быков в таких случаях намордники для того, чтобы бык не ел урожай бесконтрольно. Так вот, Тора это делать категорически запрещает. Не загораживай, имеется ввиду рот, не загораживай быка при молодьбе его. То есть жалеть нужно не только людей, но и животных. Так, что здесь мне написали? Вопрос. Так, когда будешь жать жатву твоего на поле, ты забудешь сноп, и забудешь сноп, но не сток. Да, говорили, забытый на поле сноп, в котором есть две сэ, а зерна, не относятся к категории забытого, так как приравнивается к стоку. Совершенно верно, это разъяснение Талмуда, то есть сток забывать на поле нельзя, это уже доход хозяина поля, слишком много для благотворительности. Кстати, интересно отметить, что Тора устанавливает четкие границы благотворительности, она не может превышать пятой части человеческого дохода. дохода. Так. Если будут жить братья вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, не будет жена мертвого наружу, мужу чужому, я вам ее придет на нее, и возьмет ее себе в жену, и сделает ей ибум. значит, ситуация следующая, в одном населенном пункте живут два брата, они живут вместе. Значит, оба женаты, или может быть один женат, второй не женат. Так или иначе, по крайней мере, один из них женат, и у него умирает жена. у него могли быть дочери, но сына нет у него, то есть некому оставлять наследство, некому, так сказать, передавать семейную традицию, сына у него нет. В этой ситуации обязанность второго брата, независимо от того, женат он или не женат, взять вдову мертвого погибшего брата себе в жену. Я напоминаю, что Тора не возражает против двух, трех и четырех жен. И, значит, даже если второй брат женат, он возьмет себе вторую жену. Значит, два неизвестных слова. Я вам – это брат мужа. Я вам. Ибум, ейбум, с и краткого начинается. Это процедура вот такого в других транскрипциях называется ливератный брак. Брак на жене умершего родственника. И будет первенец, которого родит, встанет во имя брата его мертвого и не сотрется имя его из Исраиля. В этой ситуации ливератного брака обязанность родственника сделать по крайней мере одного сына, который унаследует имя покойного. Если он хочет оставить эту свою дополнительную жену навсегда, то все следующие сыновья и дочери будут уже его. Они уже будут продлевать его имя. Если он не хочет ее себе оставлять в жену, то в принципе он имеет право дать ей развод, гет, и она становится свободной женщиной, может потом выходить еще раз замуж, и по крайней мере ее сын унаследует имя ее покойного мужа. Вот ситуация ливератного брака. Значит, то есть ситуация такая, в принципе вдова является свободной женщиной. И если ее муж погиб или умер, то вообще говоря, она могла бы выйти замуж за кого угодно. Но закон Торы запрещает сейчас, значит, до тех пор, пока у покойного нет наследника сына, значит, нельзя ее отдавать мужу чужому. Она должна остаться в своей семье. Вот в чем смысл вератного брака. теперь слово брат здесь понимается достаточно расширительно. Это может быть действительно брат, а вообще говоря, если брата нет, или по каким-то причинам брат не может взять ее в жену. Ну, например, у него уже есть четыре жены, вариант, или а брат малолетний, ему три года, ему еще жениться явно рано. А вдова достаточно в возрасте и ждать, пока вырастет брат, она не может, она выйдет из своего детородного периода. То есть, в этой ситуации право либератного брака переходит к следующим родственникам. И вот в книге Рут мы как раз и видим эту ситуацию, когда Боас хочет жениться на Рут, но он ей говорит, что есть родственник ближе меня, то есть очевидно, что поскольку Рут этого родственника сама не знает, то может быть какой-то там кузин, деверь, двоюродный, троюродный, но он более близкий, чем Боас. И вот после того, как этот родственник отказывается жениться на Рут, отказывается официально в суде в Равинском, да, у ворот города, только после этого Боас, как более дальний родственник, имеет право жениться на Рут, что и происходит, и в итоге от этого брака внук, простите, правнук от этого брака это будет наш царь Давид. Значит, и будет первенец, которого родит, встанет во имя брата его мертвого, и не сотрется имя его из Исраэля. Но право либератного брака и обязанность либератного брака это разница. В частности, Тора говорит о ситуации в следующем пасуке. А если не захочет муж взять Еваму его, то есть вдову своего умершего родственника, и поднимется Евама его к воротам, к старейшинам и скажет «Отказался я вам мой восстановить брату моему имя в Исраэле, не пожалел я вам мой». И призовут его старейшины города и будут говорить ему, то есть старейшины города будут объяснять, что это заповедь, что это надо выполнять, что это так сказать его обязанность перед умершим родственником. Но невзирая на то, что старейшины ему говорят, он и встанет и скажет «Не захотел я взять ее». Ну вот не хочу. Причины могут быть самые разные. И не только большое количество жен имеющихся и не только малолетства, но скажем забота о сохранении семейного мира. Например, у человека есть одна жена. Тора не запрещает ему взять вторую, но между прочим и не обязывает взять вторую жену. И вторую, третью, четвертую и последующую жен можно брать только с согласия первой жены. То есть если первая жена согласна, что в семье появляется еще вторая и эти может быть, то тогда человек имеет право на ней жениться. Если первая жена не согласна, то человек не имеет права брать вторую жену. Поэтому в заботе о сохранении семейного мира шалом байт человек может отказаться от либератного брака. «И подойдет Евама к нему перед глазами старейшин и снимет башмак его с ноги его и плюнет в лицо его и ответит и скажет «Так будет сделано мужу, который не построит дом брата своего и будет названо имя его в Израиле дом Разутова». Значит и так будут называть его семью. Значит вот и снимет башмак она в знак того, что она покупает у него на дел умершего брата. В принципе если бы вот этот вот живой брат женился на вдове, то он не просто берет себе жену, он забирает себе и все имущество умершего, в частности получает его поле и может по этому полю ходить башмакам, да? Так вот она снимет башмак в знак того, что ему не надо ходить по этому полю, поле останется имуществом вдовы. И если он окончательно отказывается, то она плюнет в лицо его это уничтожение унижение эгоиста. Значит, на самом деле устная традиция ситуацию смягчает, она плюет перед ним на пол или на землю. Так будет опозорен тот, кто не женится на вдове своего брата. Продолжение темы отношений между мужчиной и женщиной. И если будут ссориться мужи вместе муж и брат его. Значит, ну, здесь не надо упираться в слово брат. Муж здесь указан с большой буквы, так что муж и брат его означает, что там написано, простите, в оригинале был не сноп, а омер, совершенно верно. Омер 3,7 литра. Да, от своих слов не отказываюсь. Омер десятая часть эйфы, а эйфы это 37 с небольшим литров. Так, значит, так вот ситуация. Ссорятся двое мужчин. Их ссора дошла до рукоприкладства. Евреи люди экспансивные, горячие, и вот они начали драться. Муж и брат его. И приблизится жена одного, то есть понятно, что слово брат не означает рот сносить. И приблизится жена одного, спасти мужа своего от руки бьющего его. То есть женщина вступается за избиваемого. И пошлет руку свою, и схватит за стыдное его. Вот так. То есть пытаясь спасти своего близкого человека от руки, которая может его может быть убить, а может быть покалечить, так вот женщина вмешивается в драку и схватает бьющего за стыдное место. Ну понятно, что это эфемизм полового органа. Так вот в этой ситуации и это единственное место в Торе. Другого такого нет. И отруби ладонь ее, не пожалеет глаз твой. Значит, ситуация такая. Значит, женщина схватила мужчину за половые органы. Понятно, что любой мужчина в этот момент становится беспомощным, он прекращает драку, то есть вроде бы человек спасен, которого избивали. Значит, если в этом действии было спасение от смерти, то есть если тот, кто бил, уже замахнулся каким-то орудием, или видно, что у него кулаки, знаете, как у другого гири, и уже второй, вторая сторона этой драки может быть сильно побит, изранен, беспомощен, а этот первый продолжает бить. И вот тут его женщина хватает, то это спасение от смерти. И тогда женщина не будет виновата. А вот если она хватает бьющего, где нет ситуации очевидного спасения от смерти, то она влезла не в свое дело, она причинила стыд мужчине, значит, можно, то есть она без крайней необходимости нарушила основные нормы достоинства и скромности, и тогда ей надлежит отрубить ладонь, которой она схватила не то, что положено. Ну, на самом деле устная традиция обязывает ей только заплатить штраф за нанесенный позор. То есть мы с вами уже встречались на прошлой неделе, мы как раз обсуждали око за око, зуб за зуб, там и так далее. Так вот, если человек по неосторожности выбил другому глаз, то не следует ему выбивать глаз, да? Человек должен заплатить. У меня вопрос по слову. Пожалуйста. На лёкоцета. То есть не лёкоцета, а кацета. То есть или кацета, я знаю, сударину. Где? Ну, где переведено отсеки. Да. Ладонь. Может быть просто укоротить, так это не касается в общем-то причинения вреда телу, просто укоротить, то есть убрать эту ладонь? Нет. Укоротить на ладонь. То есть Тора говорит о членовредительстве. Но устная традиция говорит, она должна заплатить штраф. Точно так же, как око за око этот человек должен платить за лечение, за потерю трудоспособности, за потерю постоянную работоспособности и так далее, и так далее, да? То есть все обходится штрафом. Там слово ка-це, то есть конец. Да? Вот. Укоротить, я понимаю, но так, чтобы отсечь, я как бы это не очень понимаю. Дословный перевод укоротить руку, да. Вот укоротить. Ладонь, да. Именно так. Это обязательно означает надо отрубить? Да? Я в общем понимаю, что это как бы не буду понимать так. Укоротить, укоротить, ладно. Смотрите, согласно устной традиции надо штрафовать. Это лучше, чем отрубить. Это лучше, отрубать, да. В этом смысле ислам гораздо более жестокая религия, и там и сегодня есть целый набор калечащих наказаний. Вот. У нас такого нет. Значит, продолжается социальная тема. Речь идет о запрете обмана в экономических отношениях. Значит, несколько заповедей на тему, знаете, как папа спрашивает, сын спрашивает у отца, сколько будет дважды два. Отец, как положено еврею, отвечает вопросом на вопрос. Мы покупаем или продаем, да. Стало быть, результат арифметически будет разный. Так вот, не будет у тебя в сумке твоей камня и камня большого и маленького. То есть камень здесь имеется в виду камень для взвешивания. Лешколь взвешивать. То есть торговец, который нечестный, он покупая товар оптом, захочет его взвесить с помощью тяжелого камня, большого, да, чтобы было меньше мер, меньше заплатить, а продавая он будет использовать меньший камень, чтобы как бы продать как бы больше мер, да. вот это обман, так делать нельзя, и камень должен быть один, да, не будет у тебя в сумке. Не будет у тебя в доме эйфы и эйфы, большой и маленькой, да. Интересно отметить, что в сумке камень и камень, а в доме эйфа и эйфа. Значит, мы уже с вами говорили, что эйфа это большой размер, немножко меньше, чем 40 литров, там 37 с копейками, то есть это кувшин большого размера. Представьте себе стандартную кухонную кастрюлю, в кастрюле бывают там 3, 5, 7 литров, это уже очень большая кастрюля, а это 37 с небольшим, то есть это здоровенный кувшин, который естественно хранится в доме, ты его в сумку положить не можешь. А вот камень для взвешивания, он как раз может быть в сумке для того, чтобы его там нести на рынок, там взвешивать что-то и так далее. Поэтому камень в сумке, не будут у тебя в сумке твоей камня и камня, а эйфа в доме, не будет у тебя в доме эйфы и эйфы. Камень цельный и справедливый будет у тебя. Эйфа цельная и справедливая будет у тебя ради того, чтобы продлились дни твои на земле, которую Ашема Лугим твой дает тебе. То есть торговец это ни в коем случае не обманщик. Понятно, что если купец купил какой-то товар оптом большое количество, получил при этом скидку, а продает его в розницу маленькими порциями и цена, естественно, суммарная цена всех проданных порций будет превышать суммарную цену, заплаченную за товар исходную, но это нормальный доход торговца. А вот если он при этом мухлюет с единицами измерения, то это отвращение Всевышнему и тогда он не продлит дни нашего народа на земле, которую Ашем Илухим твой дает тебе. Значит, делающий эти, то есть вот человек, который делает вот такой обман покупателя, он совершает подлость. И Тора об этом говорит открытым текстом. Потому что отвращение Ашем Илухим твоего всякий делающий эти всякий делающий подлость. То есть обман покупателя, обман, который чинит продавец, это подлость, это нарушение законодательства. И после вот этих социальных законов, законов отношений между мужчиной и женщиной, защиты геры и сироты, защиты в драке и так далее, и так далее, защиты прав торговца и покупателя. И после этого Маше возвращается к межнациональным отношениям. Помни, что сделал тебе Амалек по дороге при выходе твоем из Египта. Кто такой Амалек? Это народ потомков сына Эсава, да, мы помним историю, у Ицхака двое сыновей, Яаков и Исав, мы потомки Яакова, а у Эсава был сын Элифаз, и этот Элифаз унаследовал от папочки непримиримую ненависть к Израилю, ненависть беспричинную, вот чистую такую ненависть Амалека. И Амалек напал на отставших евреев после перехода через Мертвое море. Мы шли по пустыне, мы шли к горе Синай, идти тяжело, есть дети, старики, больные, слабые, и те, кто отстали от общей колонны, именно на них и напал Амалек, на беззащитных путников. И вот первая заповедь, помни, что сделал тебе Амалек. То есть во всех жизненных ситуациях надо быть готовыми к неожиданному нападению. Да? Значит, и сегодня вот эту функцию готовности к неожиданному нападению естественно исполняет наша армия обороны Израиля, наш Цахал. Мы помним, что сделал нам Амалек, мы помним, что делали нам другие народы в течение нашей трех с половиной тысячелетней истории, мы помним все события, которые произошли в Европе с нашим народом, но как произносят на присяге наши спецназовцы, второй раз МОСАДА не падет. Защита нашего народа надежна от любой внешней агрессии. Мы помним, что сделал нам Амалек. Вот это первая заповедь. Помни. Что же он сделал? Который случился тебе по дороге и преследовал у тебя всех слабых за тобой, а ты уставший и измученный и не трепетал перед Ашем. Значит, Амалек всегда нападает по дороге. То есть вот между выходом из Галута и приходом верится с Раэль. Израиль слабее всего в переходные периоды. Значит, скажем, Аман, который пытался напасть на Израиль в истории Пурима. Ведь если вы помните комментарии к Пуримской истории, то она произошла, все эти события с Амалеком, когда евреи уже имели возможность вернуться в Эриц и Сраэль, но не захотели. Они живут в мировой столице, богатейшей империи, бизнес идет прекрасно, дома построены, сады цветут, но зачем нам идти в разрушенную, разграбленную, сожженную пустыню, если нам так хорошо жить в городе Шуша. И тут приходит Амалек в лице Амана. Или была декларация Бальфура 18-го года. И евреи могли ехать в Эриц и Сраэль. Проблем нет. Белая книга, которой англичане ограничили въезд в Эриц и Сраэль, появилась гораздо позже. Значит, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й год. Евреи могут ехать в Израиль. И евреи остаются в Европе. И когда Жаботинский ездил по еврейским общинам Польши перед Второй мировой войной и уговаривал бросить все и немедленно ехать в Эриц и Сраэль, евреи смотрели на него как на сумасшедшего и смеялись над его предложениями. И тут приходит Гитлер, который тоже наши мудрецы считают это явный потомок Амалека. И вот эти вот истории с Аманом и с Гитлером это не единственные истории. В свое время султан Атаманской империи приглашал евреев приезжать в Эриц и Сраэль заселять свою страну и таким образом стать форпостом юго-западным форпостом Атаманской империи. Потому что в те времена Эриц и Сраэль это была незаселенная пустыня. евреи не поехали. Практически никто не откликнулся на воззвание султана. И тогда пришел потомок Амалека Богдан Хмельницкий. Вы знаете Гитлер был страшен массовостью и вот такой немецкой педантичной организацией дела. То что делал Богдан Хмельницкий с евреями это это уму непостижимо я это не буду пересказывать. И Богдан Хмельницкий это тоже потомок Амалека. И Амалек не боится Всевышнего. Конечно все Амалеки плохо кончают. Амана повесили на дереве высотой 50 локтей. Гитлер отравился в саду имперской канцелярии. С Богдан Хмельницким тоже ничего особо хорошего не было. То есть Амалек не трепетал перед Элуим для него не существовало заповеди не убий и поэтому Амалеки кончают плохо. От этого нам кстати не легче. И среди евреев Москвы ходила грустная шутка что в Москве улицей улицу назвали улица Богдана Хмельницкого и эта улица находилась в 100 метрах от хоральной центральной московской синагоги которая была в Спасоглинищевском на улице Архипова а вот в 100 метрах проходила ныне Покровка а тогда улица Богдана Хмельницкого. И будет когда успокоит Ашем Илугим твой тебя от всех врагов твоих вокруг в стране которую Ашем Илугим твой дает тебе наделом наследовать ее сотри память Амалека из под небес не забудь вот вот очень интересная заповедь сначала помни что сделал тебе Амалек то есть всегда будь готов к отпору любого скажем так неюдофила из числа наших дорогих соседей а потом когда страна уже наша когда мы ее унаследовали наделом наследовать ее после этого сотри память Амалек значит как соединить вот эти две вещи с одной стороны Маше говорит не забудь стереть память Амалек у человеческой памяти есть свойство забывать о плохом обратите внимание если кто следит за российской политикой то сейчас россияне уже не помнят ни про сталинские репрессии ни про 42 миллиона погибших во второй мировой войне ни про многое другое а Сталин сейчас эффективный менеджер который поднял страну который грамотно руководил который войне победил значит у человеческой памяти есть свойство забывать о плохом так вот Маше предостерегает от этого не забудь но не забудь стереть память Амалека из-под небес то есть в реальности нужно памятники Сталину демонтировать названия сталинские изменить на исторические и так далее и так далее и так далее в реальности необходимо эту память об Амалеке убрать потому что наличие памятников топонимики и прочее прочее это всегда определенное влияние на ход исторического процесса пример в Германии вы не найдете ни одной площади Гитлера или улицы там какого-нибудь бульвара Гитлер-Югенда улицы Геринга и тому подобные вещи которых к 45 году были в каждом городе значит и Германия это динамично развивающаяся страна первая экономика Европы государство свободное демократическое где людям жить хорошо и в России где сохранились и названия проспект Ленина и памятники Ленину и вот Сталину сейчас памятник поставили и Россия не может освободиться от своего безумного тоталитарного прошлого так вот сотри память Амалека из-под небес и забывать о том что сделал тебе Амалека нельзя ни в коем случае какие ко мне есть вопросы на сегодняшний день вопросов нет окей значит тогда я напоминаю что я готов отвечать на вопросы по электронной почте значит вот без проблем я готов отвечать на вопросы в нашем телеграм-канале я готов отвечать на вопросы по электронной почте и я готов отвечать на вопросы если вы сейчас продумав что-то что вы услышали зададите вопрос на следующей лекции это тоже ничего плохого в этом не будет вот если нет вопросов то спасибо за внимание спасибо